Привет, милашки! Вы на канале Кьютон Ченнел. Подписывайся на мой канал, если ты еще не являешься моим подписчиком. У меня много интересных видео. Не забывай заходить на мой влоговый канал, там я снимаю свою жизнь. И также не забывай про мой инстаграм. Уже около полугода у меня на канале не было покупок косметики. И наконец-то руки нашли до этого видео. Сегодня я вам расскажу о своих покупках уходовой и декоративной косметики. Видео будет достаточно длинным, поэтому набирайте вкусняшек, чайку и поехали! Начнем с косметики для волос. Первое, что я купила, это масло для волос органовое и кокосовое от марки Avon. Достаточно бюджетный продукт, но очень хорошо работает. Единственный минус это его дозатор. Вот не нравится мне, лучше бы оно как-нибудь разбрызгивалось или еще каким-то образом выходило, потому что очень неудобно. Вот это, наверное, чисто мой косяк, что мне неудобно. В общем, масло очень хорошее. Мне нравится, как волосы мои воспринимают его. И оно действительно увлажняет и питает волосы. Второй покупкой для волос оказался гель. Я уже замучила свои волосы лаком для волос, поэтому перешла на гели. Тем более в такую погоду, как сейчас, мои волосы просто нуждаются в укладке. И когда я завязываю хвостик, то обязательно прохожусь сверху гелем по ним, потому что вот эти все торчащие антенки мне совсем не нравятся. Этот гель я покупала в Аброре, гривен за 50. Он нормальный, хорошо пахнет, но его нужно достаточно много, чтобы что-то на голове уложить, особенно если волосы непослушные. В общем, нормально, в пустых баночках более точно скажу, какой он был по качеству. Дальше я вам расскажу об уходовой косметике для лица. С умывалочек я приобрела две штучки. Первая умывалочка от фирмы Avon и это серия Natural Effects. Я брала ее для утреннего умывания, как легкий вариант. Самый интересный факт этой умывалки, что она совсем не пенится. Это даже не умывалка, это прям гель. И напишено, что это мицеллярный гель. В общем, она не пенится, но достаточно хорошо смывает утренние остатки макияжа. И, по-моему, не сушит кожу. Но пока мне нравится и ничем не пахнет, вообще ничем. Тоже стоило какие-то копейки, буду пока пользоваться. Интересный вариант. Эту умывалочку я уже когда-то брала фирма Vitex. Это, точнее, даже не умывалка, это пенка для умывания с гранатом для чувствительной жирной кожи. Мне очень нравились эти умывалочки Vitex, но в магазинах я их перестала видеть, поэтому пришлось заказывать на сайте. Для жирной кожи это то, что нужно, плюс очень бюджетно, классный аромат. И рука действительно тянется ею пользоваться. Я уже вам рассказывала, что в поиске тоника для лица я испробовала уже кучу баночек, которые мне вообще не подходят. Последний, который я взяла, это чистая линия, но он настолько маленький в литраже, что я его добила буквально за 2 недели. И тоже пришлось заказывать на ново от той же фирмы Vitex. Вот такой тоник интересный. Что нам обещает производитель? Что этот тоник будет сужать поры. Тут, кстати, написано, что у него есть два варианта применения. Это как обычный тоник и как средство, которое придет блеск кожи. Нужно его как-то заморозить в морозилке, в формочках со льдом. Ну, в общем, какой-то бред написан, но я его буду использовать чисто как обычный тоник. Плюс у меня жирная кожа с широкими порами. И мне интересно, насколько он их сузит. Буду пробовать и опять же в пустых баночках вам о нем расскажу. Что, кстати, тоже очень бюджетно. Буквально сегодня я приобрела себе скраб для лица. Тоже сейчас стала экспериментировать. До этого заказывала скрабы от Ava Planet Spa. Но в этот раз посмотрела на черный жемчуг. В принципе, неплохая косметика. И взяла себе нежный скраб. Тоже очень там классный состав. И кучу всего обещает производитель. Еще не пробовала, но обязательно попробую. Тоже стоило очень дешево. И последняя уходовая штучка для лица. Это крем. С кремом тоже вечные проблемы. Потому что под макияж плотный и жирный крем не возьмешь. На ночь тоже не возьмешь. Потому что на утро кожа будет никакая. И я для себя нашла вот такой интересный кремик от Ava. Та же серия Naturel. Эффект с онно-матирующий. И он достаточно плотный. Но он настолько интересно ложится на кожу. Сначала кажется, что крем жирный. И реально будет кожа блестеть. Но нет. Очень хорошо себя ведет на коже. Очень приятная текстура. Его мало нужно. Я его наношу утром. Перед тем, как сделать макияж. Мне очень-очень нравится. И мне еще хочется пробовать эту серию. Уходовая косметика для тела. Туп я оторвалась по полной. Я наконец-то дошла в магазин. И купила свой самый обожаемый скраб. От фирмы Energy Vitamin. Солевой пеной скраб для тела. Это черничный мохито. Вы не представляете, насколько он круто пахнет. Круто работает. И стоил тоже сущие копейки. Около 40 гривен. За вот эту банку. Это просто офигенский скраб. Я всем вам советую. Один раз пробовала. И теперь, наверное, банки 3 я точно буду использовать. Я уже 300 тысяч раз говорила, что в душе я сначала мой с мылом. А потом гелем для душа. Ну вот у меня такая странность есть. И постоянно у меня стоит проблема, какое же мыло выбрать. Возьмешь обычное, оно сушит кожу. Возьмешь крем-мыло, оно странно пахнет. Поэтому я решила вернуться к проверенному варианту. Это мыло ДАП. С вот таким фруктом. Очень классно пахнет. Освежает. И оно действительно увлажняет кожу. И даже если помыться просто им, то хорошо пахнет кожа. Мне это очень нравится. Про гели для душа я тоже начала вспоминать. И начала пробовать новые. Вот такой гель прикупила. Если я сейчас правильно произнесу, это Мистер Марселлиас с гранатом. Очень прикольный. Мне также нравится слаймом или лимоном. Не помню, что там есть. Клубничный, персиковый тоже хороший. Очень бюджетная, классная упаковка. Вот реально у меня рука тянется к ним. И вот взяла себе на пробу. И для меня, например, самым главным критерием, что показывает, что гель классный, это если кожа после него пахнет. Пахнет, то есть вы вымылись. На деле, если вы чувствуете запах геля, то вот для меня это классный показатель его качества. Будем пробовать, но я знаю, что он классный. Не обошла стороной увлажнялки для тела. Тестирую сейчас вот такой давовский лосьон. С ароматом кокоса. Ну, пока нормально. Он, конечно, жирноват. Но для сухой кожи он подойдет хорошо. Использую его совсем малость. Мне хватает, например, после бритья. Или если сильно на солнышке позагорать. Достаточно неплохо работает. Также в неданном времени я купила вот такой шариковый антиперспирантум гарниер. Но заметила в нем такую плохую особенность, что когда он засыхает под подмышками, образуется некая корка из этого дезика. И это не очень красиво выглядит, если я, например, в майке и поднимаю руку. И его, наверное, нужно использовать как-то по-другому. Не знаю, я как-то его не заценила. Хотя раньше они мне нравились. Поэтому зашла, купила вот такой дезик от Нивея. Очень классный аромат. Вот этот антистресс просто обалденный. Поняла, что вот такие сухие дезодоранты, антиперспиранты, они самые лучшие. Особенно для тех, кто занимается спортом и не брезгует пользоваться этим на занятия, так как я. И у меня уже были эти Нивеевские дезики. Очень классные. И сейчас, кстати, они все на акции. Ну, а следующую приколюху я купила для пробы. Вы знаете, что я люблю шугаринг. Но не всегда получается попасть к мастеру. Точнее, я еще не попала никак к мастеру. У меня не хватает вообще времени. Поэтому я заказала себе шугаринг домой. Заказала 250 мл обычного средней плотности пасту и бандажные полоски. Первый раз делала. В принципе, хорошо, но нужно принорвиться. Потому что эта паста правильная. Она правильно растекается. Руки нужно приучить. Но работает все, как и обычная вареная паста. Еще хочу попробовать вот эту вот кассету, которую нужно разогревать в микроволновке. И пользоваться бандажиками. Вот, экспериментирую пока что. Если вам будет интересно, я вам подробнее могу рассказать отдельно. Мне кажется, это не стоит отдельного видео. Просто, если есть вопросы, пишите. Я вам отвечу. А теперь приступаем к декоративной косметике. Да-да-да, ее тоже будет сегодня предостаточно. И все, что вы видите сегодня, практически все, будет в обзоре следующих видео. Я буду это все тестировать, делать с этим макияж. Поэтому оставайтесь на канале. Первое, что я скажу, я хочу сейчас протестировать косметику Luxe Visage. Уж больно мне зашел этот бренд. И я скупаю практически все, что вижу на полках. Но в этот раз я купила все с толком. Именно то, что мне нужно было. Начну с того, что я купила тональный крем. Баночка у него, конечно, совсем простенькая. Даже не стекло, а пластик. Но, тем не менее, он настолько бюджетный, что мой лориалевский просто рядом не лежал. За этот крем я заплатила каких-то 130 гривен. Попробуем. Написано, что он матовый, матирующий. И мне очень интересно его вскрыть. Но это я буду делать вместе с вами. Была у меня уже такая туша от Luxe Visage. Но взяла ее опять, потому что она классная. И дешево стоит. И вот эта упаковка просто сводит меня с ума. Очень советую ее. Класс. Вот прям супер. Что мне нравится, это нестандартная щетка. И то, что она не отпечатывается навеки. Вот этой же фирмы Luxe Visage взяла базу под тени попробовать. Тоже буду тестировать. Она имеет прозрачную консистенцию и липковата. Что и должно быть нормой для базы. Посмотрим, попробуем. Тоже стоило какие-то копейки. Для бровей девчонки открыла для себя гели прозрачные. У меня гель от фирмы LCF. Он очень бюджетный и очень экономный. Классно работает и держит мои брови весь день на месте. С ними, точнее с ним, с гелем брови выглядят вообще по-другому. Мне очень нравится. Я прям влюблена в эти гели. Еще купила интересную подводку. Perfect Color называется. Тоже Luxe Visage. Она темно-коричневая. У меня сейчас, кстати, на веках. Если вам будет видно. И у нее очень тоненькая кисточка. Тончайшая. И это классно. И очень удобно рисовать стрелку. Утром это экономит время. Просто безумно. Потому что если брать обычную подводку фломастер, то с ней просто это пустая трата времени. Ну и напоследок, на самое вкусненькое, я вставила две палетки теней. Первая палетка, угадайте, от кого? Конечно же, от Luxe Visage. Опять же, на каждый день я хочу такие тени. Уже давно хотела, купила. Стоило около 100 гривен. Здесь все оттенки, которые подходят под мой цвет глаз. И под мой цвет тип кожи, цвета тон. Тон кожи. В общем, очень мне понравились оттенки. По качеству еще не знаю. Еще запечатала. Но тоже буду пробовать вместе с вами в видео. Поэтому оставайтесь на канале. Последняя палетка, ради которой, в общем, был весь сербор и заказы косметики. Это Ruby Rose. Да, девочки, представьте. Эта косметика еще существует. И я заказала вот такую палетку. Это косметика моего детства. У меня были первые тени от Ruby Rose. И я помню, какие они были насыщенные. Сейчас тоже взяла вот такую огромную штуку. Она тоже стоила какие-то сущие копейки. Но мне настолько интересно изменилось какие качества этих теней. Что мы тоже будем с ней делать. Макияж и на нее будет обзор. Поэтому оставайтесь. Будет еще много интересных видео. Не забывайте писать комментарии. Я очень-очень жду их. Отвечаю на них. Я очень люблю ваши комментарии, ваше мнение. И напишите, которые видео вы хотите видеть первым. Обзор на косметику Luxe Lysage и макияж с ней. Или обзор на палетку Ruby Rose и макияж с ней. Мне очень интересно. Решайте сами, что будете смотреть в следующем. А мы увидимся в следующем видео. Спасибо, что были со мной. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok